Вы смотрите новости ОТС в студии Иван Кудинов. Здравствуйте. Коротко о главных темах. Коронавирус привел к резкому росту заболеваемости пневмонии. Как сохранить легкие здоровыми, советуют пульмонологи. Российские профсоюзы предлагают изменить правила расчета пенсии. Можно ли будет самому накопить на достойную старость? Пушка для промывания породы и самородок весом в 2 килограмма. В Новосибирске выставка о жизни старателей 19 века. В Коросуке откроют центр амбулаторной онкологической помощи. Его построят на базе центральной районной больницы. Работы планируют закончить уже к концу этого года. Подробнее расскажет Екатерина Стывко. Она сейчас на прямой связи со студией. Катя, добрый вечер. Вам слово. Здравствуйте, Иван. Мы сейчас находимся в городе Карасук на территории центральной районной больницы. Именно здесь и откроют центр амбулаторной онкологической помощи. Сейчас в больнице вовсю идет стройка. Вскрывают полы, ломают стены. Новый центр появится в помещении, где раньше находилась станция переливания крови. Ее перенесут в хирургическое отделение. Уже известно, что в новом центре появятся аппараты МРТ, КТ и эндоскопическое оборудование. Центр будет межрайонным. На балансе не только Карасукский, но и Баганский, Купинский и Чистоозерные районы. В общей сложности помощь будут оказывать примерно 120 тысячам человек. Штат врачи-онкологов расширят. На базе ЦРБ откроют и свою гистологическую лабораторию, чтобы результаты анализов не вести в центр области. Здесь будет поставлено, безусловно, современное тяжелое оборудование. МРТ, КТ, эндоскопия. Коллектив к этому готов к работе. Сейчас задача, например, проговорить дорожную карту, что необходимо сделать для того, чтобы вовремя, в конце года, сдать этот центр обланотурно-кореческой помощи. Люди его ждут. Это очень важно. В это же время в селе Рассказово сейчас строят новый фельдшерско-акушерский пункт. В селе живут 300 человек. И раньше им приходилось обращаться за медицинской помощью и получать ее в неприспособленном помещении. Там проваливались полы и было очень холодно. Стройку планируют закончить досрочно, к концу октября. Пока это вся информация, подробнее расскажу в вечернем выпуске новостей. Иван. Спасибо, Екатерина. И к другим темам. Еще 82 человека в Новосибирской области заболели коронавирусом за прошедшие сутки. В целом по стране абсолютный антирекорд. Больше 12 тысяч новых пациентов. Медики отмечают вторую волну не только коронавирусной инфекции, но и всех вне больничных пневмоний. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество пациентов с таким диагнозом в нашем регионе увеличилось в 2,5 раза. Как уберечь себя и семью от опасных заболеваний, пульмонологи рассказали моей коллеге Наталье Цопиной. Я заболел фактически с весны. А с чем у нас случилось все? Да я нашли доходы, ездил. И прозволили, прозволили. Весной внимания на свое здоровье не обратил. Все лето мучила одышка, но дел было много. А осенью поехал на рыбалку. И там подпостыл. В бурю попали там. И у меня что старое было, которое еще не давало так сильно знать, и новое пришло. И появилась температура. Это 21 августа. Температура держалась полтора месяца. Лечился и дома, и в Чановской ЦРБ. Улучшений не заметил. Взяла направление в Новосибирскую областную больницу. На томографии увидели, есть затемнение в правом легком. В этом году количество зарегистрированных пациентов с внебольничной пневмонией в регионе уже больше 26 тысяч. Это в два с половиной раза превышает показатели 2019-го. 15-20% больных, которые выявляются сейчас, это больных, которые перенесли коронавирус в первую волну. Присоединяются уже бактериальные инфекции. То есть коронавирус внес изменения в легочную систему, развивается пусковидный фиброз, снижается иммунитет. И вот на этом фоне присоединяется бактериальная инфекция, которая протекает достаточно тяжело. Врачи просят соблюдать масочный режим, не посещать места скопления людей, особенно если есть хронические заболевания. При первых признаках болезни обращаться к врачу и не забывать о вакцинации и от гриппа, и от пневмококовой инфекции. Наталья Цопина, Борис Гладких, Новости ОТС. В продолжение темы. Сегодня сотрудники Роспотребнадзора совместно с полицейскими проверили, как новосибирцы соблюдают масочный режим в общественном транспорте. Тем, кто готов исправить нарушение на месте предупреждения, а вот злостным отрицателем штрафы. Кроме того, наказывать будут и медицинские учреждения, которые выдают справки, разрешающие не носить средства защиты. Тему продолжит Александр Попов. Потихоньку город стал отвыкать от противоэпидемических мер. Масочный режим соблюдается уже не так строго. От него стали отказываться в некоторых магазинах и учреждениях. Но ковид вновь дал о себе знать в всплеском случаев заражения. Напомнить о его последствиях решили в общественном транспорте. Рейд на одной из остановок совместный. Здесь и представители регионального министерства транспорта, и Роспотребнадзора, и автоинспекции. В каждой второй маршрутке автобусе нарушители. Но незлостные по поводу необходимости масок не спорят. У нас просто и кондута требуют, если нет, то высаживают людей. Ну, при мне такое было, что маски нету, все, иди отсюда. Все. Поэтому все уже приучили с масками, понял. Ну, выходить я уже снял. Забыли. А так обычно все-таки соблюдаете, да, у нас очень? Стараемся, конечно, соблюдать. Работаем целый день с утра до вечера в маске. Главная цель проверок рейдов – лишний раз напомнить пассажирам и предупредить перевозчиков. Последним в случае серьезных нарушений грозят штрафы от 50 до 100 тысяч рублей. В целом, когда мы проводим эпидемиологическое расследование, да, каждого случая заболевания, мы, к сожалению, отмечаем, что порядка 15% граждан, заболевших, да, отмечают, что они, ну, если вот к сегодняшнему дню, что они пользуются общественным транспортом и, к сожалению, не всегда используют маски. С сегодняшними нарушителями в основном провели разъяснительные беседы. Конечно, если человек осознал, не всегда мы его привлекаем к административной ответственности, потому что, ну, ситуации есть разные, и с Минздравом мы работаем, потому что выявлены факты выдачи справок о том, что человек может ходить без маски и посещать магазины, транспорт. В ближайшее время составят список медицинских учреждений, которые выдают такие справки. Даже болезни легких не освобождают от выполнения общих правил пассажирских перевозок. Александр Попов, Константин Менин, Новости ОТС. 40 новых автобусов с низким полом и на природном газе будут закуплены в следующем году для городских перевозок. Об этом сегодня заявил министр транспорта Новосибирской области Анатолий Костылевский. Закупка автобусов – часть национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Новые машины поставят на 45-й и 23-й маршруты в Советском районе. Дело в том, что, согласно правилам, прописанным в нацпроекте, маршрут должен быть протяженным и проходить по отдаленным районам мегаполиса, либо соединять их с центром. Федеральный бюджет выделяет государственной транспортной лизинг-компании ГТЛК 60% от стоимости транспортного средства и 40% оплачивает уже перевозчик. В данном случае мы эти средства будем готовы разделить пополам с мэрией города Новосибирска и уже сейчас при формировании бюджета 2021-2023 годов в проекте бюджета мы эти средства в областном бюджете уже заложили. В Новосибирске завершается кейс-чемпионат «Муниципальный десант». Он проходит в рамках президентской программы «Кадры 54». Студенты городских вузов сегодня представили варианты решения самых разных задач, которые должны помочь развитию муниципальных образований региона. Екатерина Новгородцева подробнее. Четыре команды. Студенты филиала Академии Госслужбы, Новосибирского государственного университета экономики и управления, СГУПСа и Новосибирского государственного аграрного университета. Почти неделю они работали над решением актуальных для области проблем. Алина Жукова впервые участвует в кейс-чемпионате. Говорит, работа здесь отличается от любых семинарских занятий. «Опыт – это самая важная возможность поговорить с представителями муниципального образования и увидеть, что им действительно могут пригодиться эти решения. Потому что когда мы на семинарах что-то решаем, это совсем не то. Нет никакого контролирующего фактора со стороны муниципальных образований, которые пришли бы и сказали, что это не сработает. Поэтому всегда хочется построить у них космическую станцию, чтобы все было хорошо». Ее команда сегодня представляет проект по развитию туризма в Ордынском районе. Вполне вероятно, именно эти ребята получат возможность воплотить свои идеи в жизнь. Уникальность кейс-чемпионата «Муниципальный десант» в том, что все проекты направлены на решение конкретных проблем. На один день участники даже выезжали в районы, чтобы познакомиться с инфраструктурой и понять, что именно можно реализовать в каждом конкретном месте. Жюри, главы муниципальных образований и представители правительства Новосибирской области. «Уже сегодня как раз очень хорошо видно, что вот этот конект, контакт, он удался. С одной стороны, представители руководителя территории об этом говорят. И сами команды ребят, которые загорелись этими проектами, которые носят не только управленческую специфику, но и имеют значение в целом для региона. Потому что в конечном итоге это якорит наш потенциал молодежный именно в регионе, именно в этой территории». Муниципальный десант – это еще и обучающие сессии. Чемпионат проходит в рамках проекта «Кадр-54». Его в 2018 году инициировал губернатор Андрей Травников. Здесь и ярмарки, вакансии, круглые столы, интеллектуальные игры, помощь в разработке тем дипломных работ, встреча членов правительства с представителями вузов и множество других мероприятий, каждый из которых может стать первой или очередной ступенькой в карьерной лестнице. Екатерина Новгородцева, Александр Миняйло, Новости ОТС. В региональном отделении пенсионного фонда прокомментировали обращение профсоюзов к премьер-министру Михаилу Мишустину. Напомню, они предлагают исключить накопительную часть пенсии из системы государственного обязательного страхования. Сейчас выплаты рассчитываются из предполагаемой продолжительности жизни человека после выхода на пенсию. Важный итог, где именно хранятся деньги – в государственном или частном учреждении. Начиная с 2014 года работодатель производит отчисление взносов только на страховую пенсию. То есть по настоящее время все взносы идут только на страховую пенсию. Поэтому здесь увеличивается, как бы размер будет увеличен страховой пенсии, поскольку будет больше пенсионный коэффициент. Но те средства пенсионных накоплений, которые были сформированы, то есть они продолжают работать. Накопительную часть могут получать граждане, рожденные после 1967 года. У более пожилых она формировалась только за счет добровольных взносов в рамках программы государственного софинансирования. Но в Сибирской области на сегодняшний день пенсии получает 204 тысячи человек. Добавлю, в этом году в ЗАГС Собрании появилась фракция Российской партии пенсионеров за социальную справедливость. У нее есть свои предложения. В частности, пенсия должна быть не за возраст, а за стаж. Она должна накапливаться прямо с рождения. Кроме того, пенсионные накопления должны наследоваться. Другим темам. Сегодня по новосибирскому метрополитену начал курсировать поезд, посвященный 120-летию со дня рождения академика Михаила Лаврентьева. Открытие приурочили к началу ежегодного фестиваля «Наука 0+.» Подробнее в нашем сюжете. В этом вагоне не только главные этапы жизни академика Лаврентьева в черно-белых фотографиях. Детство, учебу в университете, главные научные открытия, такие как работа над кумулятивными боеприпасами во время войны и запретение мирных способов применения взрывчатки, например, для тушения пожаров. Можно узнать и малоизвестные, но очень показательные истории об основателе Академгородка. Например, о том, что он мог приютить у себя на даче иногородних студентов, когда еще не было общежитий. Или как при строительстве Академгородка поехал в Москву показать снабженцам треснутый кирпич после того, как в Новосибирск пришла партия некачественных стройматериалов. Одновременно с фестивалем «Наука» у нас проходит целая серия мероприятий, которая посвящена юбилею Михаила Алексеевича Лаврентьева. И замечательно, что эти два величайших события вот так органично дополняют друг друга. Мы решили, учитывая специфику этого года, как можно больше выставочного пространства вынести в свободную зону. Кроме истории Академика Лаврентьева, подземная экспозиция расскажет о разработках новосибирских ученых и тех, которыми уже давно пользуется человечество, и тех, над которыми сегодня работают в лабораториях. В этом году при выборе темы Всероссийского фестиваля «Наука 0+,» был принят в внимание тот факт, что в этом году мы отмечаем юбилей 75-летия атомной промышленности. И, конечно, исследования в области физики, в области естественных, но очень тесно связаны с реализацией того атомного проекта, который создал отрасль, который был реализован в середине прошлого века. Нынешний год особенный. Юбилей Лаврентьева – 120 лет со дня рождения. В Новосибирске проводят массу мероприятий, которые приурочены к этой дате. Теперь узнать факты из жизни Лаврентьева смогут и пассажиры метрополитена. На Дзержинской линии. Дмитрий Антипов, Константин Менин. Новости ОТС. Крупный самородок, найденный на прииске в Новосибирской области, покажут посетителям регионального краеведческого музея. В 1957 году кусок золота весом чуть больше двух килограммов обнаружили недалеко от села Егорьевское Маслянинского района. В экспозиции, разумеется, муляж, стилизованный под драгметалл. Зато все остальные предметы на выставке – подлинники. Некоторым больше ста лет. Например, бревну, которым укрепляли стенки штольни, или деревянные пушки для промывания породы. Ее обнаружили при современных разработках. То есть, когда участки новые уже золотодобывающие компании заходят на участок, начинают разрабатывать, натыкаются на старые штольни. И вот в том числе эта пушка обнаружена была там. В 1830 году руководство Колыва на Воскресенских заводах отправило несколько геолого-разведывательных партий на Салаирский кряж, попытать счастье. Раньше эту территорию, как и всю Западную Сибирь, считали бесперспективной для добычи золота. Горные инженеры утверждали, там, где находится серебро, желтого металла нет. Экспедиция шиктмейстера Мордвинова сломала стереотипы, открыв богатую россыпь на реке Фомиха, ныне это Маслянинский район. Новые прииски назвали Егорьевскими в честь министра финансов России Егора Конкрина. Теперь золото извлекают из недр с помощью гигантских машин. Драк. Это монстр. Монстр, который фактически целиком садится на русло реки. Втягивает в себя весь грунт со дна и с бортов реки. Его перемывает, перемалывает, отфильтровывает золото и все выбрасывает обратно огромными кучами. Хорошая драга, например, сейчас на приличной реке в Западной Сибири добывает примерно килограмм золота в сутки. Хоккейная Сибирь потерпела второе подряд поражение в серии буллитов. На этот раз на выезде новосибирцы уступили Салавату Юлаеву. Причем сибиряки ввели в счете, но упустили преимущество. Кристина Лата подробнее. Хозяева играли далеко не с сильнейшим составом. До сих пор у Салавата Юлаева из-за коронавируса отсутствует ряд лидеров. В том числе и основной вратарь Юха Мецела. В отсутствие финна на последнем рубеже играл Александр Скрынник. У Сибири же напротив Антона Красоткина после двух матчей сменил Харри Сятри. Счет в матч был открыт на девятой минуте после броска защитника Ильи Морозова. В концовке периода преимущество гостей удвоил Пустинин. В целом новосибирцы владели преимуществом в первой 20-ти минутке, что отражает и статистика. Сибирь была лучше по всем ключевым компонентам. Броскам, вбрасываниям и времени в атаке. Нужно работать все 60 минут. Мы понимаем, играем в брук Салавата, и я не играю дома. Но нужно не ошибаться, нужно много кататься, много работы, борьбы, все ее выигрывать. И тогда результат будет положительный. Без ошибок не получилось. Сибирь довольно быстро позволила уфимцам сократить отставание. И уже к середине периода на табло горело 2-2. На перерыв новосибирцы все же ушли лидерами. Отличился Олег Ли. Однако удержать победный счет не вышло. За три с половиной минуты до конца основного времени Салават Юлаев сравнял. И перевел игру в овертайм, который плавно перетек в серию буллитов. Там никто из игроков в Сибири свою попытку реализовать не смог. А вот у хозяев точен был Родион Амиров. Он-то и принес Салавату Юлаеву победу. 4-3. Сибирь одна из самых пропускающих команд лиги. 50 шайб за 15 матчей. Такой же результат только у Амура. Справедливости ради новосибирцы и одни из самых забивающих. Больше голов только у Салавата Юлаева и автомобилиста. И на этом у меня все. В студии работал Иван Кудинов. До встречи.